это приветствую дамы и господа меня зовут александр мы с вами начинаем или начинаем тему ретопологии ручной ретопологии итак давайте сегодня сделаем на примере на примерах несколько попробуем сделать ретопологию нескольких объектов окей вот я их подготовил заранее и мы с вами сейчас это сделаем я постараюсь продемонстрировать как можно больше инструментов а может быть все на все не охвачу конечно если у вас возник вопрос не забудьте их задать ну что ж поехали давайте самого простого начнем и снова но он кстати говоря не всегда пригодится вам пригодится ну что ж поехали узлы инструмент узлы что он делает с помощью него мы можем создавать в таких точечки на существующую появились у нас точки из-за чего нужны а как видите вот я сейчас провожу между точками и у нас с вами предлагается вот такая картина представляете это предлагается создать полигон если щелку щелку сейчас правой кнопкой мышки создастся полигон но мы можем создать не только полигон акт треугольник вот здесь когда появится вот такой вот значок соответственно вот то есть предварительно рисунки элемент будет создан как говорится вот давайте-ка создадим посмотрим следующий еще например вот так и теперь например вот с между существующими если мы сейчас нажмем на здесь одну точку то просто будет создать то есть одну точку нажали правой кнопкой и создать полигон окей думаю все это понятно а теперь смотрите удалить этой точке к сожалению просто так не получится нужно навести курсор на нее так пока не будет такой значок и нажать кнопку delete другие способы не помогают ну что ж далее я думаю с этим инструментом сейчас все понятно есть похожий инструмент полигон сейчас давайте перейдем к нему но сначала все-таки дополнительные возможности вот этого узлов и так у нас есть вот здесь вот модификаторы дополнительный control и control shift которые нажав на которые мы можем немножко разнообразить нашему для меня сейчас пока не буду объяснять все но давайте то что по умолчанию стоит объясню итак нажимаем control у нас стоит разделить разделить разделяется все полигоны которые попадают у нас сколько бы их там ни было вот кольцо у вас будет создана соединяющая эти полигоны а точнее она будет занять все ребра которые у вас в кольце control shift мы с помощью control shift можем создать будет использоваться инструмент строить вот такой вот инструмент давайте-ка я его два в одном так сказать мы продемонстрируем и так control shift нажимаем теперь мы можем с вами редактировать появляется вот такие вот ребра на игре соединяем создаем полигон собственно здесь все понятно я причем посмотрите если сейчас существующие сделают у нас будет сразу всего два вот также можно сделать с помощью этого соединения вот тут нажимаем так так если нам нужно создать например треугольники то таким образом мы можем сделать их окей я думаю тут все понятно это ручное строительство или она достаточно долгое но иногда нам забываем об этом полигоны работают просто нажимаем так на и существующее ребро и дальше стоит сколько нам окей все очень просто есть несколько методов попробуйте их сами и посмотрите но сила привязки это будет вас привязываться к существующим скажем так а вершином вашего мыши существующим мыши вот но это попробуйте сами и убедитесь как это работает не буду я показывать это все-таки достаточно долгий процесс вот окей пойдем дальше не будем мы пользоваться вот этим инструментом воспользуемся более прогрессивным а именно давайте штрихи штрихи что делать штрихи создают такие вот ну изначально давайте если мы рисуем во первых пределах геометрии существующие у нас будет вот от руки как бы рисоваться на так что и такое почему от руки рисоваться но здесь работа мягкий штрих не забываем об этом вот так сейчас для объясню для чего нужны эти штрихи подождите минуточку сначала если мы будем рисовать из-за пределов геометрии то у нас будет вот такие вот параллельные ну то есть прямые фактически а если если они будут пересекать геометрию то произойдет следующий нас будет с вами вот такой вот создаваться последовательные то есть секущие витки вот причем они будут например если вот возьму вот здесь вот смотрите проведу они создадутся не только снаружи на и внутри то есть все что попадает туда будет пересечено окей думаю тут все понятно ну что ж а для чего они нужны давайте продемонстрируем конечно же как же без этого так нажимаем соединяем то есть две делаем два витка соединяем так только не так конечно нормально вот и теперь да вот именно нужно их соединить так чтобы провести еще напрямую который соединит их теперь нажмем enter и у нас создаться соединяться два вот эти вот кольца ребрами а то есть полигонами которые будут зависеть количество которых будет зависеть вот от этого вот здесь вот мы их можем поменять пишем меньше будет создана меньше вот причем смотрите вот том месте где вы привели прямую будет обязательно создано ребро заметьте вот она и она будет параллельно вашей прям прямой давайте проведу другую такую и воля понятно окей теперь что можно сделать еще смотрите у вас есть не только возможность нажать просто нажать и рисовать от руки но и рисовать сплайна для этого нажимаем control и теперь мы можем вот такой вот сплайн ввести вот это зачастую более полезно причем а у вас есть параметр сплотность сплайновых точек вот он более будет гибкая смотрите если поставлю минимум давайте продемонстрируем будет вот такая грубая кривая так это не очень еще грубая ну-ка ой вернемся так давайте прямо по минимуму тут на самом деле можно и меньше но ну-ка сейчас дожить к а даже кстати вот если от руки вот рисуете тоже это будет зависеть от этого смотрите я поставил минимальные параметры у нас автоматически заглаживаются до при прямой поставим больше соответственно все больше и больше . окей это работает как на сплайна так и на ручном режиме хорошо ну что ж давайте сделаем это вручную эту пологию вот смотрите соединяем соединили давайте побольше чем нет так можно здесь стереть и вручную написать так ну ладно так смотрите дальше что нам нужно чтобы закрыть вот эти вот верхние нужный инструмент крышки крышка если нажмем смотрите двух режимах упс случайно жал уже это пока делать не стоило смотрите нажмем правой кнопкой создастся только один полигон это большинстве случаев не нужно поскольку у вас будет здесь искажение ну вы понимаете с чем это связано я надеюсь в общем это не очень хороший результат даст даст однако вы можете создать такую крышку а потом соединить например вот так строить и соответственно сделать так промазал промазал но сейчас попадем так вот таким образом сделать четырехугольники окей то есть это в принципе можно исправить дальше есть нажмем левой кнопкой мышки давайте вернем нашим и вот так вот у нас будет сделала создана треугольнички вот который как раз более приемлемый здесь сейчас я продемонстрирую почему так ну вообще я думаю понимаете почему так смотрите вот так вот и дальше используем инструмент выбрать нам нужно например здесь вот у нас есть инструмент разделить вы можете разделить сколько вам нужно 1 2 3 пожалуйста сколько нужно делить и да вот но это не работать с треугольниками чтобы разделить треугольники или например даже не 3 треугольник хотя больше чем 4 угла делать я вам совсем не рекомендую на полигоне да и так чтобы сделать треугольники дело следующего выбираем грани так грани на грани грани так здесь тоже выбираем но смотрите когда я просто выбираю у нас сбрасывается выбор на нажимаем shift в момент выбора и только тогда мы можем добавить выделение окей теперь делаем следующее упс прошу прощения какие грани гребра ребра друзья мои ребра ребра это я уже спутал скорее максим все туда так выбираем ребра дальше так разделить инструмент и у вас так но здесь придется по одному к сожалению работать только по одному и так вы его выберем еще секундочку еще раз исправим исправим разделить разделить и теперь вот как видите у нас наглядная демонстрация того что это разделить можно ok не забудьте если у вас стоит вот здесь вот авто привязка то у вас будет автоматически привязываться если мы сейчас ее уберем то в привязку то у нас и выберем вот так вот тоже самое повторим разделить то у нас не будет автоматически привязана как видите это иногда нужно но я надеюсь я вам продемонстрирую случай когда это не нужно но давайте-ка чтобы прилипло прилипло все-таки у нас нашу все туда куда нужно нажимаем выбираем и нажимаем прилипать ok вот здесь у нас есть несколько режимов привязки давайте посмотрим что произойдет если выберем другой так выбрать прилипать собственно здесь тут также ближайшему советую попробовать это самим потому что это не всегда понятно как это работает пока не попробуешь руки прилипать ну что ж выберем последний вариант у нас с вами отличается от двух предыдущих почему и смотрите выбирает прилипается к ближайшим а ближайший у нас с вами вдоль нормале вдоль нормале так ближайшие это у нас могут быть и такие как например внешняя поверхность ладно ребята это не буду задерживаться для заострять внимание сейчас это много замет времени давайте просто оставим как есть так но теперь уже у нас кстати есть здесь вот четырехугольники можем уже делить их обычным инструментом разделить не забудем при этом включить при авто привязку ok вот таким образом деле поскольку нам нужно либо можно сделать просто нажимаем выбираем все и подразделить теперь у нас с вами кстати когда мы подразделили все у нас с вами исчезнут треугольники и останутся только только прямоугольники ну то есть четырехугольник конечно же так и смотрите у нас тут вот неудобоваримая картина нажимаем выбираем все и нажимаем загладить теперь у нас с вами все встает на груди своя как говорится однако сгладить я вам попробую советую сделать это самостоятельно и посмотреть как это работает потому что на многих случаях это искажает поверхность ладно не буду демонстрировать здесь как возможно в будущем продемонстрирую здесь здесь же в этом видео ими окей поехали дальше что нам нужно дальше нам нужно сделать вот при топологии вот такой вот штуки например сферу тоже немножко посложнее как здесь это работает штрихи давайте и так вот делим на рисуем здесь уже придется несколько их нарисовать двумя как говорится не отделаешься окей и соединяем их можно вручную можно сплайном так не забудем можно включить мягкий штрих так не нажимаем enter так что такое я что где-то забыл так по-моему я разорвал просто где-то рисование на что-то у меня с мышкой что ли не пойму ну а давайте сплайном что-то с мышкой проблема так нажимаем enter и вот такая вот у меня получилось труба или труба спираль короче у нас получилось теперь вы можете например здесь соответственно разделить не забываем чтобы у нас форма максимально было приближено к нужной делим как нужно и не забываем корышку здесь делаем кстати как вы помните я вам говорю вот то что ребра будет именно ребра параллельно нашему с вами проведенный в сплайном поэтому нужно стараться это делать аккуратненько вот аккуратненько и можно смотреть не забудем штрихи здесь уменьшим плотность плотных точек так чтобы это например примерно шло как прямолинейные вот тогда вы сможете рисовать это достаточно правильно окей но не буду здесь вам советовать и давайте дальше просто делаем крышку крышку и вот так вот коп крышку ну так что такое еще такое вот можно сделать так потом можно еще например поделить упс куда все исчезло кстати вот такой баг иногда случается но тут много может быть проблем крепитесь и сохраняйтесь не забывайте так ладно окей это в принципе не такая уж сложная геометрия как вот это но сейчас мы с ней распроемся окей что нам нужно сделать у нас есть инструмент примитивы нам понадобится вот такой инструмент как цилиндр у нас здесь есть много разных вариантов но мы с вами воспользуемся простым итак давайте цилиндр где мы уберем галочку с равномерное распределение разделение и посчитаем сейчас минуточку раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять у нас шестеренок на каждой шестеренки раз два три четыре четыре точки для зубца скажем тогда так понадобится нам значит 40 4 на 10 40 40 40 подразделений так и так все такое немножко высоту и чем чтобы было наглядно так и вот здесь вот нам понадобится здесь крышки сегмента крышки можно в принципе смотрите можно сделать сразу вот так вот но я не буду я немножко усложню задачу чтобы пока продемонстрировать дополнительные инструменты окей или бы можем могли могли сразу вот это вот использовать например да не сориенера труба инструмент но я все-таки сделаю так окей применить но давайте на новый слой новый слой не забудьте можно сделать если вы сгладить кромку здесь нам не требуется это так 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 а что там дальше нужно нам дальше нужно друзья мои переходим к инструмента выбрать выбираем вот эти вот грани давайте рамочка выберем так на обоих сторонах атака секунду относительно кубической границы так что-то меня плохо это кубической границы нажимаем f и все окей хорошо это я просто меня с камерой что-то внутри программной камеры окей дальше 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 нам нужно сделать что нам нужно сделать вот здесь вырез дам по центру для этого выбер выбираем полигоны нажимаем инструмент внедрить не видеть ядрить так и смотрите как он работает ну собственно тут все интуитивно понятно мы с вами просто делаем скажем так вырез проходящий через эти полигоны вот можно делать вот такой вот таким образом здесь превращением пишите сколько вам нужно например 3 и так так химически сколько влезет окей но нам нужно вот именно это значение нажимаем применить да и вы кстати как только вы нажали применить то следующий ой прошу прощения так что такое вот то следующий уже будет операция произведена добавлен добавлен как вы понимаете вот здесь у нас образовалось кольцо ну ладно я думаю это все понятно дальше дальше давайте выбираем все выбрать все и нажимаем прилипать так нажимаем к ближайшей точке в данном случае прилипать окей но здесь все хорошо что ж вот и все друзья мои с этим мы расправились я думаю вы поняли что к чему так если что не забывайте что я вам всегда подскажу что если что то не получается но что ж опишите ими в комментариях вопрос так хорошо дальше давайте перейдем к этому на самом деле это может быть даже попроще давайте искать и так она есть но все же сделаем именно это примитивы так у нас есть сфера такая вот с равномерным подразделением ну то есть из треугольников она будет создавать состоять так и так называемая геосфера смотрите у нас есть здесь галочка разместить в точке которую щелкаете вот щелку я и там появляется но мы нам это собственно не обязательно мы с вами просто сделаем вот так но смотрите эта сфера она имеет только один параметр диаметр она нужна например в трех измерениях сейчас давайте вот такую сферу а которую имеет три измерения так то есть фактически это эллипс вот но изначально эта сфера так давайте-ка подгоняем размеры гоняем размеры по примерно как нам нужно так не старайтесь точно на самом деле это не так важно вот применить здесь у нас есть подразделение давайте как пока на нулевое сейчас объясню почему точнее сейчас увидите почему так но смотрите теперь выбрать всего давайте выбрать можем опять прилипать так чтобы не мешалось выберем другой инструмент ну что ж здесь это не самое наглядное но давайте это все просто да вот мы сделали из треугольников вот а мы хотим например чтобы это состоял не из треугольников а прямоугольников ну давайте строим это почему бы нет секундочку для этого нужно будет сделать следующим образом ну во первых мы могли бы давайте не отменять а сделать так выбрать все так и вот здесь вы даже у нас не обязательно можно разбить здесь а можно здесь нажать но правда и учтите что это будет только выделенные разбиты или подразделены либо все вот здесь вот вот теперь у нас с вами здесь есть все и состоит из прямоугольников из четырех угольников прошу прощения вот можем еще раз говорит панки нам чудом не начал подтормаживать ухты так а потому что я счету блин родителям ну ничего страшно да у нас в одном слое нужно было каждый на отдельном слое а я забыл не проблема да ладно и еще одна возможность давайте-ка убираем это так а и сделаем квадрат квадрат куб сейчас мы из него сюда его текс сидеть что такое что такое значит мне действительно ребят с мышкой ну ладно так дальше говорит кромочку кромочку гладим такой гуя ю 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 тут то что главней пересталась просто попали года скажут что ты у вас все зависит так но давайте окей и вот здесь вот радиус не побольше делаем только вот так не делайте иначе у вас тут будут проблемы ну которые кстати можно решить видео где мы решали проблемы связанные с наличием двух точек в одном месте но она постарайтесь этого избежать так применяем а теперь берем это все чтобы было видно нажмем ups так блин ладно нормально прилипать щит так видимо ближе ближе . вот это оказалось чем вот это как ни странно странно честно говоря ну давайте посмотрим вдоль нормальным а тут у нас с вами такие проблемки да ну как вы понимаете потому что вот здесь вот несколько точек в одном месте оказывается так давайте кассетки лучше ближайшие точки нормальный а так а если к внешним ну-ка вот это принципе вполне приемлемо но здесь уже хуже чем в первом случае потому что более такой сжатая получилось да вот здесь все хорошо только только почему то вот здесь ну что ж в принципе это можно спрятать вот эта поверхность временной и тогда у вас будет проблем ладно не будем за это оставить внимание на этом сделаем ретопологии последнего объекта так как ее сделать ну давайте продемонстрируем вот здесь вот у нас есть так выберем сейчас похожие давайте вот тоже геосферу почему бы нет так и его сюда и вот сюда а больше побольше так сейчас я боюсь тоже может возникнуть такая же проблема как в предыдущем случае но постараемся и избежать ну-ка 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 не забудем на новый слой применить да вот кстати здесь вот у нас в отличие от того варианта сразу можно прилипать ну-ка как видите вот все хорошо так здесь никаких проблем не вызвалось но за исключением отрасти одных полигонов но это можно подправить так частично на самом деле не полностью давайте посмотрим сгладить нажимаем до посинения и вот у нас все нормально более-менее равномерно будет подразделение да вообще в принципе даже не частично полностью решила нашу проблему руки так ну-ка секунду сейчас я камеру сюда все нормально и можно опять же таки избавиться от треугольников нажав подразделения геометрии у нас сейчас наверно много полигонов папа папа папам ну все это на меня все хорошо ну вот ну что ж так же также зладят что такое чужие у меня там включилась тысячи на видимо что-то еще заработала так о чем я забыл ну ладно так и ну все теперь у нас с вами только-только четырехугольники вот и все дела друзья мои если я что-то забыл вы меня напомните в комментариях если какие-то у вас проблемы не забудьте тоже не писать ну что ж а если видео вам понравилось а поставьте под ним лайк и подписывайтесь на следующее видео с вами был александр всем удачи всем пока